Вы считаете, что у меня можно срать в машине? Успокойся, я не сказал. Ну вот, вытрите за собой, пожалуйста, да. Да, я могу чистить. Ты что, не в себе что ли? Или что, тебе может кабинет разбить? Где вы ждете? Меня не видите вообще? Что ты, братулев, доброе утро намыл? Производство всегда. Охуярил за пидорю. Что, оценка упала? 4,7, 8, 7. Да что? Да то в тачке воняет, вроде, не пердел, ничего. Курыл, нахуй. Куришь, да? Да курыл, да. Там много работы, едешь, так думаешь. Ну, разок, блядь. И чушила села какой-то, блядь. Запах не понравилось. Серить сидит, себя нюхает. Все нормально, блядь, сигареты им не нравятся. Заебали они, блядь, наторе. Так что, ребята, не курите в машине. Если курите, то пользуйтесь какими-нибудь средствами, которые обеззараживают этот запах. Что, сегодня не будем записывать вам смену, там, как заказ принял, чего, кого. Просто поищем сегодня марамоев, да, братишка? Будешь искать марамоев? Да нахуй они мне в срае заебали. Еще, чтобы оценка упала. Но у меня вариантов нет, у меня эконом, поэтому мне марамоев попадают сами по себе. Досмотри этот выпуск до конца, и ты увидишь, какие марамои бывают в Сочи. Я до 50 лет дымил, а следующий заказ я принял. Подожди, я не пройду. Ну, нога у меня не поднимается. Все, ладно. Я через эту мокрину перекинула. Проще делается, девушка обходится машину. Ну, она и сказала, а там... И садится с другой... Ну, я ж сел. Не, можно, в принципе, два сиденья засрать. Это не девушка виновата, я виноват. Торможу. Можно два сиденья засрать, засрать. Вот эту штуку. Как? Вы срала? Ну, как. Вы же домой не заходите обутой. По коврови... Я не вымазала там ничего. Что? Вроде как и не вымазала ничего. Я ее рукой держала, но... Перекидывала. Я ее же видел, что... Мало сказать. Понятно, господи, просто... На будущее, ну, как бы... Это не смотрится, вот... Так как вы сейчас смотрите на это... А если у меня машина там сбила с той стороны? Нормально, понятно? Нет, ну, смотрите, я забегаю сейчас забутый... В кроссовках до вас домой, начинаю бегать по ковролину. Вы говорите, ты куда зашел, друг? Я говорю, слушайте, ну, а если меня сейчас там убило молнией вдруг... Да мне похер на твою молнию, зачем ты мне машину выбил? Или там дом засрал, правильно? У меня аж машина не сбила, я сел с этой стороны аккуратненько здесь. Вытрем тебе, потому что салфетку возьму и все вытру. Ну вот, вытрите за собой, пожалуйста, да. Да, много чистей будет. И после этой фразы я взорвался. А, то бишь вы считаете, что у меня можно срать машине? Еще раз. Еще раз. Вы считаете, что у меня можно срать машине? Успокойся, я не сказал. Никто ничего не считает. А че, а почему ты со мной тогда завариваешь? Слышу, успокойся, блядь. Тебе взбодрить вынести или че ты? Слышу, успокойся, блядь. Сейчас стоишь... Ну, ты говоришь, что люди консультуются с собой. Нет, послушай, ну как ты разговариваешь? Уже на камере пишут. Слышу, успокойся, я тебе сказал. Ты кто такой, что ты мне будешь успокаивать? Меня насрали в машине, блядь. Да вытру я сейчас салфеткой. Ты че, не в себе что ли? Или че? Тебе может кабинет разбить, блядь, выйти, э? Успокойтесь. Нихуя ты базаришь, блядь. Сели, блядь, как чертятник что ли? Че, я уебок вам что ли? Или че, блядь? Мы вас оскорбили. Ну а че? В чем проблема? Я сделал нормальное замечание. Я вытру салфеткой сейчас. Будем выходить, я вытру. Я больше оскорбил. Успокойтесь. Я больше оскорбил? Да. Вот это лицо города Сочи. Какое лицо города Сочи? Да первое впечатление, люди нормально залазят, садятся и не вымазывают сиденья, ребят. Да вытру салфеткой. Я ее напидуриваю каждый день. Каждый день намываю. Работа у тебя такая? Работа за тобой мыть? Нет, работа возить у меня. Ну не мыть за тобой. После каждого мыть это не работает. Ну не мыть тогда ее вообще. Да зачем? Ну другие сядут, семинарник. Вот вы же садитесь в такси, чистенько, все опрятненько, правильно? Ну блин. Друзья, для того, чтобы вам меньше попадалось таких марамоев, у меня для вас есть отличное предложение. У нас с братом есть свой парк. Парк называется Близнецы. Пишите нам по вот этому номеру телефона, высылайте документики. Мы вас подключаем и по вашему желанию отключаем вам заказы за наличные средства. За наличку обычно и ездят вот такие вот. Помимо этого у нас моментальные выплаты. Всего лишь 1% заказов, очень маленькая комиссия. Поэтому, ребят, спешите. Будем очень рады посотрудничать. Что? А почему звонок не берете? Где вы ждете? Меня не видите вообще? Почему вы дверью хлопаете? Потому что я злая. Меня не видите, я где стояла? Я где заказ делала? Не ожидание нажимаете. Я заказ... Вы представляете? Едем? Я не поеду уже с вами. До свидания. Едем? Да не едем мы никуда, до свидания. Не жаловаться на вас. Где-нибудь пожалуйтесь. Вон там. За дверью, пожалуйста, выйдите и там жалуйтесь. Балбару сейчас. А че парень там балбару. Ты сейчас хлопну выйду на туре, чапалаха. Лошадь. Ну вот такие вот сегодня пассажиры, ребят. Ну как я? Вот вам камеру сейчас... Да я на GoPro-шку запишу. Смотрите. Мне показывает, нужно вон туда. Вон туда. Но здесь... Вот они, отбойники. С той стороны... С той стороны тоже отбойники. Поэтому... Как я туда заеду? Непонятно. Ну, она хочет, чтобы я туда доехал. Вот куда мне надо, этот адрес по навигатору не находит. Я в инвизионах 50 лет... Это улицу... Там... Ну, нам наверх надо еще подняться. Куда наверх? Ну, в холстон наверх вот. Мне уже заказ пришел следующий. А? У меня заказ я принял следующий. Не можешь отпустить? Ну, я до 50 лет довезу. А следующий заказ я принял в 50 лет уже. Чуть-чуть вверх. Это... Ехать еще нужно в гору. Там машина хер проедет. И заказы туда никто не берет. Поэтому я отпетлял от этого предложения. Короче, с меня на сегодня хоррэ. Купил я чаю. Что-то сегодня день на туре. Вот как с утра встал. И решил пойду искать Марамоев. Я сразу уже трех нашел подряд. Вот такие бывают деньки. Значит, нужно побольше отдыхать. Чего и вам рекомендую. Все, ребята, давайте обнял. Всем хороших заработков. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.